Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Юрий, и я приветствую вас на своем канале Лезвие Бритвы. Очередной день, очередное бритье. И сегодня у меня на очередном обзоре, на сегодняшнем обзоре, есть пара новинок. На мой взгляд, интересные. А какие именно? Прошу вместе со мной приместиться на первый крупный план и посмотреть, что же я сегодня для вас приготовил. И первым участником моего сегодняшнего бритья будет чаша, которая не нуждается в представлении. Абсолютно. Это чаша от Timeless Razor. Пластиковая, удобная, одна из моих любимых. Приятная в руке, как тактильно, так и так же нравится мне, как выглядит. Прекрасно справляется со своей работой. Имеет очень ярко выраженные ребра внутри, которые помогают взбивать пену. А пену мы сегодня будем делать из мыла от Александра Ристопада, Суап Али, Бомбик Алманс. Или, если переводить с английского на русский, то это бомбический миндаль. Да, действительно, мыло является моноароматом. Имеет просто, на мой взгляд, даже немного перенасыщенный вкус миндаля. Очень напоминает ликер Амаретто. Как поведет она себя на моем лице, как собьет пену, я не могу вам сказать. Я буду пользоваться им первый раз. Но, зная мыло Александра, это не первая банка, которую я пробую, Я не сомневаюсь нисколько, что мыло даст прекрасную, мягкую пену. Разбивать всю эту красоту я сегодня буду. Помазком, синтетическим помазком, это Омега. Его версия, его серия Эго. Что могу сказать по помазку? Помазок мне очень нравится. Очень мягкая синтетика. Но при всем при этом имеет довольно упругий узел. Я им уже пользовался. Правда, еще совсем немного. Пару-тройку раз. Я еще раз повторяю, помазок мне очень нравится. Посмотрите, какая прекрасная набивка у него. И как выглядит он мне нравится. Есть несколько версий этого помазка с различными цветами ручек. Мне больше понравилось вот это под мрамор. Есть еще изумрудная ручка, которая тоже вполне красивая. И из этой серии есть несколько видов самих ручек. Но я купил себе этот. Покупал я его, если кто не знает, с рук. Цена была вполне приемлемая. Я напишу обязательно, сколько стоит этот помазок на сайте производителя. Мы переходим к следующему участнику. И участник у меня сегодня будет брить меня будет сегодня вот такой вот станок. Называется он Стандарт Резер. Если переводить на русский, это Стандартная Бритва. Я так понимаю. Как заявляет производитель, это маленькое семейное предприятие, которое начало работать с 2013 года. С 2013 года. Станки они делают из цельного куска авиационного алюминия. Имеют, делают его, насколько они заявляют, на станках с числовым программным управлением. Станок заявлен как их частная разработка. Они говорят, что они, конечно, немали специалистов, инженеров, которые помогали им разрабатывать. Но если честно, друзья, я вот здесь вот взял рядышком всем известную бритву от Мюлли, а именно Мюлли R89. Конечно, Стандарт Резер не является точной копией, если мы посмотрим головы Мюлли R89. Но, как вы видите, геометрия их очень схожа. Поэтому заявлять о том, что это личные наработки, я очень сомневаюсь. Но не могу сказать, как она меня будет брить. Очень интересно. Те друзья, которые, мои знакомые, которые пользовались этой бритвой, говорят, она немного более агрессивная, чем сама Мюлли R89. Сегодня мы с вами это обязательно проверим. А я же перехожу к лезвиям, которые я хочу сегодня использовать. Это лезвия Кай, лезвия японские. Очень мне интересные. Пробовал я их всего один раз. И они мне очень понравились, как работают. И я захотел испробовать их в этом новом станке. Хотя раньше всегда я старался все новые станки проверять на лезвии жилет Silver Blue. Но сегодня я немножко отойду от своих правил и решил именно воспользоваться этими довольно мягкими, но эффективными лезвиями. Как всегда, друзья, я беру новое лезвие, чтобы быть более точным. Сами лезвия мне очень нравятся и как выглядят. Большой плюс, я считаю большой плюс, то, что пакет, конвертик не имеет клея и лезвия абсолютно чистые от клея. Как видите, никакой полиграфии на них нет. Они абсолютно без всяких надписей. Но это не умаляет их достоинства, на мой взгляд. Кстати, станок, забыл сказать, что станок имеет вес 47 грамм. И если сравнивать, допустим, с алюминиевым лупом, который имеет 27 грамм, то приходит, вы сразу можете заметить такую разницу в 20 грамм. Хотя оба станка сделаны из алюминия. Давайте посмотрим, как установилось лезвие. Сейчас я наведу резкость. И, друзья, вы видите сами, что никаких, абсолютно никаких нареканий к установке лезвий, ну, по крайней мере, я не вешу. Лезвие стало идеально ровно, что не может меня не радовать. Еще хочу сделать небольшое дополнение о ручке, как заявляет производитель. Как вы видите, ручка абсолютно не имеет никакой насечки, никакой накатки. Она абсолютно гладкая. Но так как она покрыта специальным составом, скажем так, анодированным, то производитель заявляет, что даже влажная рука вполне себе будет комфортно брить и не будет скользить. Мы это сегодня с вами тоже проверим. Мне интересен этот станок. Он мне нравится, как выглядит. Скажу честно, я возлагаю на него, пусть не самые большие надежды, но я надеюсь, что моя коллекция пополнилась именно еще одним приятным во всех отношениях станком. И завершить я сегодня хочу представление о лосьонах после бритья. Это Epsilon. Как вы видите, это голубая его версия. Что я могу сказать об этом лосьоне, друзья? Я им уже пользовался. И на обзоре у меня он был. Лосьон очень приятно пахнет. Люди, которые давно во влажном классическом бритье, заявляют о том, что лосьон имеет очень схожий запах со всем известным, знаменитым, я бы сказал так, голубым Флойдом, который перестали давно или недавно, точно не могу сказать, но перестали выпускать фирма Флойд. И этим он интересен, по крайней мере, мне, человеку, который недавно вошел во влажное классическое бритье. У меня еще нет двух лет, как я. Вернулся с кассетной бритвы в безопасные станки, в безопасные бритвы. Мне нравится, еще раз хочу повторить, как и выглядит сам пузырь. Вот стеклянный такой, с пластмассовой крышкой. И аромат у него вполне приятный. Имеет классический аромат, я бы сказал, барбершопа с цитрусовыми составляющими, с скраплениями ментола. Очень приятный вкус, на мой вкус. Я люблю такие ароматы. Но я очень сомневаюсь, что этот аромат может понравиться нашим прекрасным дамам. Как поведет он себя сегодня на моем лице, мы посмотрим вместе с вами. И я обязательно вам расскажу, какие ароматы откроются, когда он начнет взаимодействовать с моей кошей. А я же предлагаю вам, друзья, переместиться на более общий план в мою ванную комнату. И посмотреть, как собьется сегодня пена из мыла от Александра Листопада. Как сработают все участники моего сегодняшнего бритья. И предлагаю не затягивать, а переместиться. Ну что ж, мы познакомились с теми вещами, которые будут сегодня меня брить. Я приступаю к процедуре увлажнения щетины. Слегка намочив свою щетину, кстати, трехдневную я воспользуюсь маслом для бороды. Давайте я возьму еще, чтобы уж точно хватило для полного покрытия моей растительности. Я уже неоднократно рассказывал про данное масло для бороды. Оно, на мой взгляд, имеет очень интересный эффект. Утепление кожи. Чем больше мы начинаем натирать, тем больше кожа становится такой теплой. И я надеюсь, за счет этой теплоты, я не знаю, какие химические ингредиенты они туда добавили, что это все происходит. Но за счет этого, я думаю, моя щетина увлажняется больше и лучше. Еще один плюс у этого масла для бороды, он гидрофильный. То есть прекрасно смывается водой, что, в принципе, меня очень ратует. Я не люблю сильно жирные пришивые. Итак, моя щетина увлажняется, моя кожа, я надеюсь, тоже. А мы, пока все эти процессы проходят, давайте переместимся на второй крупный план и посмотрим, как же я сегодня собью пену. Ну что ж, друзья, я продолжаю свой обзор и приступаю непосредственно к взбиванию пены. Слегка намочим помазок. И все приготовим к тому, чтобы у нас получилась, как я надеюсь, довольно приятная пена. Мыло имеет среднюю такую консистенцию, скажем так. Оно и твердое в своей массе, но и, в принципе, вминается в банку. Давайте приступим к замачиванию, вернее, к взбиванию. И сделаем это, так как это мыло от Александра Вестопада, то и делать мы его будем, так как предлагает сам производитель. Не жалея жидкости, не жалея мыла. Очень интенсивный, очень интенсивный запах имеет данный продукт. Как я уже говорил вам на знакомстве, на представлении продукта, это моноаромат. Он очень напоминает ликёра Моретто, но переплёвывает, наверное, его по интенсивности. Я имею в виду, конечно, аромат. Очень интересное мыло, на мой взгляд. Видите, как оно приятно, на мой взгляд, на вид. Помазок работает. И, в принципе, я уверен, что этого количества мне уже с головой хватит для того, чтобы работать в чаше. Я сполосну руку. И приступаю непосредственно к взбиванию пены. Мыло приятное, пена приятная на цвет. Такой действительно аутентично белый имеет, без всяких украплений. Допустим, как бывает мыло цвета слоновой кости, или ещё с добавлением кофейных нот. Здесь же это мыло чётко белое. Хорошо взбивается, быстро. Пузыри практически сразу ушли. И мы имеем, на мой взгляд, очень приятную пенную основу. Посмотрите, в принципе, в принципе, пена готова. Она имеет пики, она неплохо тянется. И я считаю, чтобы не задерживать ваше внимание, не задерживать обзор, я считаю, что эта пена готова к употреблению. И предлагаю переместиться на более общий план для уже моего бритья. Ну что ж, друзья, все уголобритвенные дела закончились. И я, с вашего позволения, сниму остатки такого импровизированного пришейва. И приступлю непосредственно к бритью мыла от Александра Элистопада с названием Бомбический миндаль. Вообще, я ни разу не помню, чтобы у меня при взбивании пены от Александра какие-нибудь проблемы возникали. Пена из мыл разбивается именно и получает именно ту консистенцию, которая мне больше всего нравится. Она и не жидкая, и, в принципе, не алибастровая. А посмотрите, как ровно и приятно она покрывает мою кожу на лице. И какой белый-белый цвет имеет. Нравится мне. Пена эта. Единственное, есть, конечно, вопрос у меня к интенсивности аромата. Друзья мои, это действительно очень сильно интенсивный аромат миндаля. А так как я не являюсь большим поклонником данной культуры, скажем так, то и этот аромат мне не очень сильно нравится. Итак, стандарт трезор, лезвие кай, и мы приступаем. Щети на три дня. Добавляем. Да, скажу сразу, бритва действительно агрессивней R89. Неожиданно, не думал, что такая геометрия станка может быть агрессивной. Небольшая котка тут же при первом проходе, что бывает довольно редко, которая говорит еще раз о ее агрессивности. Но я не скажу, что это некомфортный обретер, друзья мои. Да, я чувствую лезвие, но это большой плюс к информативности, друзья. Не могу сказать, что я получаю какое-то неудовольствие. Первый проход закончен. И я, с вашего позволения, перехожу на второй. Добавляю. 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 Небольшое пощипание в месте пореза я чувствую. Но не такое, какое-то ржение, знаете, а такой маленький-маленький, небольшой дискомфорт. Проход против роста волос. Все тот же стандарт Трезер. Все те же Каин. И я приступаю. Производитель рассказывает, что так как станок сделан из авиационного алюминия, то и прослужит он нам долгие-долгие годы. Чуть ли не будет передаваться он из поколения в поколение. Как реликвия. Ну, не знаю, насчет реликвии, друзья мои. Может я не до конца еще понял данный станок, а может быть я неправильно подобрал лезвие к нему. Но Пога рано говорить о какой-нибудь преемственности поколений, скажем так. Покусывает, покусывает сок, особенно в проблемных местах. Это чувствуется, но ничего не поделаешь. Стандарт Трезер. Флаг licеный из這樣子 с разными местами. Давайте полагctive заплывая Трезер. Кậpочатый. Перец. Вам aucune лـ. Так. До свидания. Мы both ве off. Хочется гильное. Но упستящая позиция, человек в руку. Капкин. а может быть это был какой-то прыщик сейчас уже тяжело сказать не знаю больше пока видимых повреждений я не вижу но еще не вечер и как говорится не надо зарекаться хотя бред он вполне прилично вы знаете это не еще раз повторяюсь это это не r89 то есть снимает он действительно лучше второй проход закончен знаете у меня есть небольшие претензии к пускать же ним данного мыла немножко как-то она подсыхает чуть быстрее чем я бы хотел но это то что есть и я друзья мои перехожу на добривки которым сто процентов быть особенно вот в этих моих местах оставайтесь со мной вы знаете при более близком рассмотрении за кадром моего пореза мне стало интересно я все-таки понял что это был действительно прыщ и поэтому ничего удивительно что он стал кровоточить то есть я зря наговаривал на данную бритву не еда на что у меня проявляется разные и народные и народные штуки на лице и так до бривки я приступаю вы знаете станок очень требователь к углу атаки он становится довольно приятным я бы даже так сказал и довольно чисто бреющим когда вы наконец находите правильный угол при бритья а правильный угол при бритье это от крышки на данном станке чем острее угол лучше и это это бритва я сначала этого понял и при первом проходе начал бриться от гарды принципе при первом проходе я всегда брить от гарды практически на всех станках если не брать один из последних моих приобретений уже был у меня на калах на канале если вы помните винтажный станок и вроде там от гарды бриться то есть вообще нельзя это запрещается то есть если вы начнете бриться вот так как тяпкой им то вы изрежете себе лицо в хлам вот здесь я думаю конечно не такая же ситуация как соберете но я считаю что производителем задумывалась изначально все именно от крышки станка от верхней плиты я имею ввиду и когда ты правильно находишь угол этот санок скажем стать так становится мягким как котенок но в то же время и прекрасно бреющим инструментом я никак не ожидал что у меня с такой геометрией головы получится bbs а он ими не друзья уже можно сказать получился я уже не бреюсь а просто снимаю остатки крема с лица хотя во большом счету делать этого не стоит дополнительное раздражение кожи для этих дел у нас есть полотенца которая прекрасно справляется со своей работой ну что ж я побрился опыт очень интересный мне есть что вам рассказать дополнить к тому что я уже сказал дайте мне пару секунд на умывание я возвращаюсь к вам для нанесения автошива и подведения итогов ну что ждете я умылся и приступаю моей одной из любимых процедур тем более сегодня как вы видите мне нужно немножко закрыть это безобразие колонии скользит по выбритой кожи очень хорошо слегка пощипывает практически на все улице но чтобы что же вы хоть хотите все таки это острая стальная элезия но ничего страшного кровотечение вроде как я остановил и теперь можно в принципе смывать данной субстанции эпсилон голубой давайте же посмотрим на него вот такие дозаторы мне нравится то есть они начинают работать только то в тот момент когда вы вы этого хотите ну ментоз здесь скажем так не такой большой как можно себе на фантазировать довольно приятный даже можно сказать очень приятный в моей теплой стране такие лосьона после бритья приветствуется даже вроде как почти в зимнее время года и так я закончил и хочу приступить подведению итогов и сразу же давайте перейдем к мылу значит в очередной раз соболи не подвел и выдал пену практически эталонную почему практически потому что но это мое личное мнение мне этот запах не зашел ну не скажу что совсем не зашел но такое доминирование моноаромата я не приветствую он чересчур на мой взгляд интенсивный и просто захлестывает ванная комната вся пропиталась миндалем мне не очень нравится миндаль именно поэтому я считаю что здесь александр немножко перестарался с ароматикой но это еще раз повторяю друзья только мое субъективное мнение что же касается самой пены то она выше всяких всяческих похвал она идеальная она хорошо сбивается она в принципе очень экономная я не так долго работал по московому банке чтобы она выдала мне столько много идеальной пены ребята прошло примерно ну 40 минут наверное если не больше с того момента как я взбил пену она не потеряла ничего из своих свойств абсолютно ничего я считаю прекрасный результат и те люди которым нравится допустим аромат челы мыло челы я имею ввиду тем кто неравнодушен к миндалеву во всех его проявлениях я рекомендую это мыло что же касается меня то я я не так часто буду пользоваться им хотя еще раз повторяю пена идеальная помазок 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 бомба да дорогой да практически не практически а 50 евро стоит он мне досталось немного дешевле но не нам не намного скажем так но по большому счету я не жалею этих денег нисколько это прекрасная красивая вещь которая замечательно работает ну то есть которая замечательно выполняет свою работу покупатели покупать все зависит от вас от ваших финансовых возможностей я себе с удовольствием его купил и с удовольствием им пользуюсь тоже могу сказать о чаше чаша не подводила меня ни разу она прекрасно справляется со своей работой стоит не так дорого 12 долларов я не знаю переведите сами сколько это сейчас по вашему курсу на рубли или на гривны или на те деньги тех стран которые люди меня смотрят я знаю что в Израиле такая цена вполне себе демократичная пятерка с плюсом как самой чаши так и помазку и пенни от мыла суабали а я же перехожу можно сказать главному участнику сегодняшнего плите и так стандарт резер бритва стандарт резер хоть и похоже по геометрии головы на мюле р-89 абсолютно никакого отношения к этой бритве не имеет она бреет в разы чище она при правильном понятии данной бритвы бреет мягко и комфортно и единственное что я конечно ее не могу порекомендовать новичкам тем людям которые еще только вошли во влажное классическое бритье и еще не совсем поняли всю систему бритья я имею ввиду выставление угла как правильно бриться как не давить потому что после кассетных станков все кто переходил все прекрасно помнят как мы начинали бриться как мы доверили на станок пометая все прощающих кассетниках так вот я считаю что это бритва не подойдет новичкам хотя мне она понравилась скажу честно рекомендовать ее к покупке ну я не знаю алюминиевая версия пусть это даже авиационный алюминий стоимость ее 50 долларов сроки есть копейками не каждый отдаст за алюминиевую бритву такие деньги тем более что она имеет небольшие нюансы при бритье мне она понравилась меня эти нюансы вполне устраивает я люблю экспериментировать с углом атаки и поэтому я не пожалел нисколько тем более она мне понравилась досталась за меньшие деньги за что спасибо моему соотечественнику Владимиру из города Натании и закончить я хочу пару слов о лосьоне эпилон вы знаете к этому лосьону по большому счету нет никаких нареканий он приятно ложится на кожу он приятно пахнет он приятно охлаждает можно сказать раздраженную кожу единственное что на мой взгляд немного дольше чем обычно у него есть небольшая я бы не назвал это липкостью но как-то сам лосьон высыхает медленнее чем допустим его собратья по цеху тот же та же aqua velva тот же допустим зеленый прораст красный прораст кстати высыхает дольше чем я писал на мой взгляд но я не сильно заморачиваюсь на такие мелочи мне нравится сам лосьон мне нравится его аромат мне нравится так как он справляется со своей работой вы видите по большому счету раздражений у меня нет при довольно агрессивном первом проходе но по большому счету восьон прекрасно справился со своей работой да есть небольшая кодка которая у меня до сих пор осталась но с этим ничего не поделаешь с этим не справится не справился даже его нет ничего страшного и так все участники сегодняшние бритья доставили мне массу удовольствий массу впечатлений приятных впечатлений я очень рад что сегодня на бритье у меня появилось два новых интересных ингредиента такой как мыло от александра листопада и такой станок как стандарт а я же перед тем как попрощаться с вами друзья прошу вас кому понравился данное видео поставить лайки кому не понравилось ставьте лайки пишите комментарии рассказывайте друзьям кто еще не знаком со мной что есть такой канал если им будет интересно добро пожаловать пусть посмотрят и если понравится подпишутся чем больше подписчиков тем больше и интереснее делать контент для вас мои дорогие друзья а я же в конце обзора хочу прощаюсь с вами пожелать вам вашим семьям вашим друзьям вашим близким родным дорогим любимым людям счастья здоровья наслаждение побольше а я на этом прощаюсь до скорых встреч до свидания до встречи до свидания